Субтитры создавал DimaTorzok Здравствуйте, дорогие братья и сестры! С вами программа «Преображение». И сегодня мы расскажем вам о наиболее важных событиях, произошедших в духовной жизни Ставропольской и Невиномысской епархии, а также важных датах церковного календаря. Субтитры создавал DimaTorzok и администрации системы образования Светлоградского округа, казаки и прихожане храма. По окончании литургии был совершен уставной крестный ход вокруг храма. Светлоградский округ В завершении к митрополиту Кириллу со словами поздравления обратился благочинный Светлоградского округа и настоятель храма протерей Иоанн Лещина. Отец Иоанн поздравил правящего архиерея с праздником, поблагодарил за визит, внимание к приходу и совместную молитву. Мне задали вопрос, а как что за визит владыки? А визит какой? Пасха! Христос! Воскресе! Победил смерть! И владыка прибыл, чтобы нас ободрить духовно, нас благословить. Владыка, что низко мы вам кланяемся, ваше необычное, ваше служение, приятно, очень радостно, также очень и хор прекрасно пел, подекона красиво облачали владыку. Ну просто не нарадуемся, владыка, вашим приездом. Благодарю, Благодарю. Затем к собравшимся обратился митрополит Кирилл. Правящий архиерей поприветствовал и поздравил присутствующих с престольным праздником и обратился с проповедью. Самое важное, что делает человека человеком в полном смысле этого слова, это духовное составляющее, это любовь, это дела милосердия. Это дела милосердия. И чем человек милосерднее, чем больше он готов помочь другому человеку, пожертвовать собой пару ради этого другого соседа своего, близкого своего, тем он больше и больше становится полноценным человеком. Эгоизм убивает человека в человеке. Почитайте классическую литературу. Как описывается, когда порой полный сундук золота, а дети, даже он детям не дает сахара, так сказать, вдоволь наесться и что-то своей супруге купить и так далее. Но это особое такое, таки литературное произведение, которое в своей остроте показывает порой вот этот вот эгоизм, скупость, сребролюбие, другие-другие пороки наши. И повторюсь, милосердие, любовь никогда не даст быть горделивым, никогда не дадут быть завистливым. Если ты помогаешь другому, любовь проявляешь. Ты же не завидуешь ему, кто бы он ни был, а только видишь его нужду и помогаешь этому человеку. Ты не завидуешься богатым, но если даже богатый нуждается в помощи, в хорошем слове каком-то добром, еще в чем-то, может быть, он обеднел, и ему помогаешь. В милосердии, в любви нет совершенно вот этих пороков страшных. И человек все больше и больше становится человечнее. В завершении Владыка раздал всем детям сладкие подарки. Ежегодно, 24 мая, в нашей стране отмечается День славянской письменности и культуры. Связан этот праздник с именами святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия, славянских просветителей, создателей славянской азбуки, проповедников христианства, первых переводчиков богослужебных книг с греческого на славянский язык. Святые равноапостольные Кирилла и Мефодии уроженцы Фессалоник, тогда это называлось Салунь, это город, который граничил с землами расселения славян. Это один из важнейших городов Восточной Римской империи, такой культурный центр и так далее. И неудивительно, что он становится центром проповеди света веры Христовой, света Евангелия славянам. Эпоха патриарха Фотия, в которую им довелось служить, святой равноапостольный Кирилл, тогда, который был еще Константином философом, преподавал в императорском университете, в общем-то, к которому был причастен святитель Фотия, патриарх Константин Офгольский. Святой равноапостольный Мефодий был постриженником монастыря на Святой горе Олимп, тоже служил там во времена святителя Фотия, патриарха Константинопольского. И можно сказать, что они были его, ну, в каком-то смысле, учениками. И вот эта вот эпоха была временем, когда появилось первое славянское государство, а это Великая Моравия на территории Чехии современной. Это время, когда возникло русское государство, причем и князь Рюрик, да, в Новгороде, и князья Скольтедир в Киеве, это все, вот 60-е годы 9 века, как раз, когда равнопостольные братья создавали азбуку, ну, вернее, просили-то их не азбуку создать, их просили научить славян молиться на своем языке. Вот ведь в чем дело. То есть, великая культура каждого народа рождается тогда, когда он начинает на своем языке вот именно говорить с Богом истинным, да, вот, ну, вот, по крайней мере, это такая традиция Европы. Когда переводилось Священное Писание, тогда же с этого момента начинала создаваться, ну, так сказать, национальная, да, вот, литература. Святые братья Кирилл и Мефодий, христианские проповедники и миссионеры, просветители славянских народов. В 863 году византийский император направил братья в Моравию на проповедь славянам. Братья составили первую славянскую азбуку и перевели богослужебные книги на славянский язык. Азбука получила свое название от имени младшего из братьев – кириллица. Тем самым были заложены основы славянской письменности и культуры. Азбука – это не то, что мы там говорим А, Б, В, Г, Д. Они составили азбучную молитву, где каждая строка начиналась с новой вот этой буквы – окра стих. И вот эти имена букв, которые мы знаем – А, Азбуки, Ветя, Глаголь, Добро есть, они с одной стороны, значит, сами по себе складывались какие-то предложения, да, Глаголь Добро есть, да, там, «Как о людях мыслить», «Наш он покой» и так далее, «Рыцы слова тверда». Вот. Но, с другой стороны, эти слова были, эти имена буквы, они были первыми словами определенной, значит, определенного текста молитвы. Так всегда учили Азбуку в древности. То есть молились Господу, да, вот, и не зазубривали, да, а просто один раз, другой раз ты читаешь, и так же, как «Отче наш» мы все знаем, да, так же человек знал. И потом эти буквы ему сразу вспоминали сами собой. Вот. Современные методики просто даже отдыхают по сравнению с этими древними, простыми, ну, так скажем, даже не скажу, изобретениями, да, люди жили этим. Понимаете? Он создавал эту Азбуку, чтобы люди молились, и учили ее люди вот так вот в молитве. Жизненный подвиг Кирилла и Мефодия неслучайно приравнивают к апостольскому, именуя их первоучителями славян. К лику святых равноапостольные Кирилл и Мефодий причислены в древности. В Русской Православной Церкви память равноапостольных просветителей участвуется с XI века. Торжественное празднование памяти святых Кирилла и Мефодия было установлено Русской Православной Церкви в 1863 году. Установлено церковью День памяти Кирилла и Мефодия 24 мая. В России он отмечается как государственный праздник. Праздник святых Кирилла и Мефодия был установлен в 1863 году к тысячелетию создания славянской азбуки. Это праздновалось по всей Российской империи очень торжественно. И не только империя. То есть тогда вообще очень близко было вот это понимание дружбы славянских народов. Ведь именно после этого мы и Сербии, и Болгарии помогли воссоздать государственность их. И спустя каких-то 10-15 лет русские солдаты уже кровь свою проливали вот за это славянское братство. Праздник славянской письменности напоминает об истоках нашей духовности, о том, что русская культура наследует древние великие традиции славянской культуры, о роли письменности, о ее становлении и развитии. Всем вам, дорогие братья и сестры, желаем помощи Божьей и благословения в предстоящую неделю. До новых встреч. Спасибо, Господь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok